МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершенно очевидно, что если российская армия будет в первую очередь перевооружаться на новые огневые средства, новые танки, стрелковое оружие, и не будет уделять должного внимания современным средствам управления разведки и связи, то в войне будущего нас будет ждать участь бесславное воинство Саддама Хусейна. Готовы ли российские разработчики предложить вооруженным силам достойную спецтехнику, начиная с тактического звена и заканчивая генеральным штабом? Можно ли использовать для решения боевых задач обычный смартфон? И есть ли опасность того, что работающие на этом рынке компании уйдут в более прибыльный гражданский сектор? Обо всем этом в нашей программе. Сегодня спецтехника, скорость работы и надежность специальных вычислительных комплексов играют в армии и на флоте ключевую роль. Именно они во многом определяют успех в военном конфликте. Войны будущего и даже уже войны настоящего – это войны не моторов, как это было во времена Второй мировой войны, и не артиллерии, как это было во времена Первой мировой войны, а это войны, системы, которые называются на Западе системы управления, разведки и связи. Платформа уже может быть даже в какой-то степени устаревшей. Главное, чтобы электронная начинка, бортовой компьютер были современными. В качестве примера того, как специальные технические средства изменили характер ведения боевых действий, аналитики часто вспоминают войну в Ираке. Современные информационные технологии обеспечили сокращение среднего времени подлета и подготовки к атаке ударных вертолетов с 26 до 18 минут, а также увеличили точность поражения целей с 55 до 93%. Это не говоря об использовании крылатых ракет точечного наведения и беспилотных самолетов. Но так ли важно разрабатывать именно специальную технику, если доступные сегодня в любом компьютерном магазине устройства способны решать очень сложные вычислительные задачи? Нередко в российской армии применяется нештатное оборудование, порой не от хорошей жизни. Так известно, советские самолеты, произведенные в ранее российское время, не оснащенные целым рядом современного навигационного оборудования, летчики покупают GPS за свой счет, приматывают его к бедру и летят по нему. Периодически возникают какие-то фотосессии каких-то блогеров, допущенных, недопущенных на военных кораблях, в том числе и подводных. Мы видим, там, начиная от локаторов, заканчивая персональными компьютерами, установленными, я думаю, поперек всех запретов, просто нужно исполнять задачу. Однако и в армии США может закрепиться оборудование для массового рынка. Американские военные проверяют возможности использования обычных смартфонов в ходе боевых действий. Тренд налицо, но существуют и серьезные ограничения. Первое – прочность. Корпуса, разъемы и прочие комплектующие способны сохранить работоспособность оборудования в условиях реального боя. Первое – это то, что такая техника изначально предназначена для эксплуатации в агрессивных условиях внешней среды. К ним относятся такие вещи, как отрицательные и положительные высокие температуры воздуха, повышенная влажность, механические воздействия, такие как удары и вибрация. Прочность, надежность и защищенность – это абсолютное требование для всего, чем сегодня экипируется и оснащается военнослужащий, участвующий в боевых действиях и сотрудник спецподразделений. Средства защиты – каска из стали или кевлара, бронежилет со стальным листом или пластинами из бронекерамики. Стрелковое оружие, которое должно безотказно работать в любых условиях и, разумеется, всевозможные средства связи и вычислительная техника. То же самое касается и мобильных командных пунктов и видеотерминалов. Готовность оборудования к самым разным нагрузкам может быть гарантирована только после проведения целого ряда специальных тестов. Понятно, что производители техники для гражданского рынка этим не занимаются. Для разработчиков же из Санкт-Петербурга проверка изделий на испытательных стендах – обязательное требование. Это и есть та испытательная климатическая камера, в которой мы производим все испытания оборудования, в которых они работают в реальных условиях у заказчика. Здесь сейчас находится монитор, который будет испытываться на температуру, влажность и на те параметры в соответствии с группами исполнения. Мы можем создавать иней, росу. Потребителями спецоборудования в первую очередь являются предприятия ВПК, как раз те, на которых сегодня изготавливается самое современное вооружение, будь то атомные подводные лодки или системы управления запуском баллистических ракет «Синева». Ну, Министерство обороны специализированный компьютер не нужен. Он ему нужен. Зачем? Ему нужна какая-то, опять-таки, комплекс, который решает какую-то его функциональную задачу. А этот компьютер, он и есть вот то ядро в этом комплексе, которое решает в конечном итоге его функциональную задачу. Термин «неспециализированный компьютер» вовсе не означает, что в информационную систему в военном ведомстве может попасть любой ноутбук или десктоп, что называется, с улицы. К технике, предназначенной для работы со сверхсекретной информацией, предъявляются особые требования. Микропрограммное обеспечение аппаратных узлов техники проходит так называемые тематические исследования. Также спецтехника оснащается такими устройствами, как электронные замки, которые исключают несанкционированный доступ к изделию. Речь здесь прежде всего идет об универсальных терминалах. Этот моноблок не только способен работать в реальных боевых действиях, но и дополнительно защищен от считывания конфиденциальных данных. Снять с него информацию, находясь на расстоянии дальше двух метров, нельзя. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить сохранность информации. Учитывая то, что многие комплектующие для вычислительной техники сегодня закупаются за рубежом, их исследование на предмет незадекларированных возможностей предосторожность необходимая. Действительно, у нас был один случай, когда на этапе исследования микропрограммного обеспечения, а речь идет о биос материнского узла ноутбука, была обнаружена программная закладка. Наша лаборатория успешно это выявила, и были предприняты работы по вырезанию этого элемента. Однако защита информации и производство спецтехники – это всего лишь одно из основных направлений деятельности питерских разработчиков. Во времена Холодной войны привлекательным был военный рынок, и огромное количество технологий перетекало из военного рынка в гражданский, начиная от кевлара, заканчивая интернетом. То сейчас, когда военные бюджеты в большинстве стран мира сжимаются, военный рынок становится не столь привлекателен для высокотехнологичных компаний, чем гражданский. Классический пример – гражданская авиация. То есть производители военных самолетов зарабатывают крохи, производители даже небольших гражданских самолетов получают огромные прибыли. Опыт, накопленный в области создания спецтехники, помог компании развиваться и по другим направлениям. За 20 лет работы на рынке информационных технологий предприятие создало и внедрило порядка сотни уникальных программных и сетевых комплексов. Мы не стремились создать какой-то продукт один, да, и дальше всеми силами его продавать. Мы всегда работали, условно говоря, от клиента. Вот что? Ну, ведь у клиента нет задачи купить программное обеспечение, да? У него есть задача решить некую свою функциональную проблему. Помимо серийного, но все-таки достаточно ограниченного по объемам производства вычислительной техники специального назначения, компания из Санкт-Петербурга наладила выпуск по-настоящему массового продукта. Мощности конвейера позволяют за рабочую смену подготовить до 500 системных блоков. Это автоматизированная линия по сборке, настройке, компьютерной техники. То есть это наша собственная технологическая разработка, выполненная, так сказать, китайской компанией, китайскими специалистами, которые по нашему заказу собрали эту технику и отладили, и сдали нам эксплуатацию. Также оказался востребован опыт разработки программного обеспечения. Так компания создала систему, которая позволяет сотрудникам налоговой полиции выявлять схемы по отмыванию денег и уходу от уплаты налогов. Был разработан такой комплекс программного обеспечения, который позволяет проанализировать массовые потоки данных, установить между ними, условно говоря, неявные связи. Да, так сказать, когда некие люди учреждают предприятия, это предприятие утверждает еще одно предприятие, там еще одно, образуется, ну, так то, что называется, там, грубо говоря, кольцевая схема, потом последний предприятие становится учредителем, условно говоря, материнского, да, и вот это все начинается, вот это движение денежных потоков внутри. Другими словами, это поисково-аналитическая система, которая в автоматическом режиме без участия человека сопоставляет данные и выводит готовый результат. От сотрудника лишь требуется задать параметры поиска и выбрать предмет исследования. Проблем с налоговой службой компания не имеет, и руководитель проекта Алексей любезно согласился нам продемонстрировать работу системы на примере собственной компании. Мы создаем поисковый запрос, вводим наименование рамок и запускаем запрос на выполнение. Появился зеленый кружочек у нашего запроса, мы открываем результаты поиска и видим список объектов, которые удовлетворили нашему поиску. Результат понятен и не специалисту. Для того, чтобы его получить, глубоких знаний в области информационных технологий не требуется. Вот наш объект, который мы выбрали для поиска, отображаются связанные объекты со стрелками различных цветов, которые обозначают различный тип связи. Рынок ИТ-систем для гражданского применения очень емкий. Он примет всех талантливых и компетентных. Но значит ли это, что в области создания военной спецтехники будет дефицит инновационных идей и тех, кто эти идеи готов реализовать? Нет. Скорее мы увидим рост числа решений двойного назначения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова